Ну что, друзья, вот и наступил май. Отгремели баталии с налоговой отчетностью. Я несколько видео снимал насчет 3НДФЛ. Сейчас хочу подвести небольшой итог, чем все закончилось. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, я снимал несколько видео о том, как заполнить декларацию 3НДФЛ для того, чтобы, ну, во-первых, получить налоговый вычет, там, социальный и так далее. И для того, чтобы получить, вернее, доплатить 3% от дивидендов, которые получены по акциям американских компаний, которые куплены на Санкт-Петербургской бирже. И последнее вызвало массу всяких, ну, возражений и так далее. Дело в том, что там я рассказывал о том, что надо получить форму 1042-С от брокера, который я показывал. И там в этой форме написано, сколько дивидендов я получил за год. Вот, значит, фиксируется эта сумма, я показывал подробно, и я сказал, что вот она сумма, и, значит, там видно, где 10%, она на английском языке, эта форма. Я показал, куда смотреть, и говорю, надо доплатить 3% от этой суммы, и все. Я подробнейшим образом это показал, но меня убеждали, что все, я абсолютно был неправ, что надо дивиденды платить сразу и так далее. Но на самом деле я уже начал сам сомневаться, думаю, а может быть действительно так. Я залез в статью налогового кодекса про дивиденды, там действительно написано, что дивиденды платятся в момент выплаты и так далее, что по каждой компании может быть отдельно надо. Короче, я дотянул это дело до последнего, и в последний момент, ну так как социальный вычет у меня был, а электронной подписи у меня нет, я в последний день 30-го числа сделал следующее. Я заполнил декларацию 3НДФЛ без вот этих американских дивидендов, то есть я их утаил и распечатал ее и пошел лично 30-го числа в налоговую. Налоговая работала, я думал, что там будет огромная очередь, я взял талончик и достаточно быстро я туда, как бы очередь подошла, буквально там 3-5 минут, не больше я стоял в очереди. И я распечатанную декларацию, у меня было сразу две декларации, одна как ИП, другая как физик, и то и другое я распечатал как бы из интернета, как ИП, там мне Тинько все подготовил, там вообще никаких проблем. Вот, а как физик я сел к тетеньке и подал свою декларацию. В ней было, значит, все, что есть, ну, кроме вот акций американских компаний, дивидендов и так далее. И там мне положено было к возврату, там 3800 рублей где-то, вот, но я решил, что мне не надо, пускай они там налоговые будут. Короче говоря, женщина, я ей подал, она мне, значит, как ИП сразу там проштамповала, отдала мне, значит, эту листает, так сказать, быстрым взглядом, так раз, 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 говорит, я у вас не приму ее. Говорит, у вас тут есть сумма к возврату, а счет вы не указали. Я говорю, ну, как бы и пусть висит, она говорит, нет, нужно указать счет, так сказать, как бы мы не терпим такого, что мы должны физику, вот. И поэтому я говорю, ну, хорошо, сейчас я побегу и распечатаю со счетом. И тут же я спросил, говорю, а вот такая штука. Я получил дивиденды с акций американских компаний, я там говорю, вроде там должен доплатить 3%, вы в курсе? Она говорит, да, я в курсе, что это такое. Я говорю, ну, вот, там у меня есть форма, так сказать, там, как бы, ну, она только одна. Ее достаточно? Она говорит, конечно. Я говорю, а ничего, что она на английском языке? Ну, да. Вот. И, собственно говоря, вот такую штуку она мне сказала. Поэтому я, значит, быстренько из налоговой прибежал домой, тут же, ну, так как я уже знаю, где что вносить, тут же быстренько внес, они у меня там уже все заготовочки, внес, включая дивиденды вот эти вот, доплату 3%, включив туда, распечатал заново, он внес счет, там, ну, так сказать, буквально там 3 минуты у меня заняло, тут же распечатал, тут же побежал туда, там уже новый талончик взял, но я посмотрел, тетенька эта сидит, которой я сдавал, я к ней без очереди ломанулся, говорю, вот, я вам сдавал, вот, я перепечатал. Она посмотрела, так, 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 это есть, 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 есть форму 104-2С, вернее, ну, ну, да, 10-42С, она так и раз посмотрела, да, на английском все, так сказать, как бы, не задумываясь, взяла. По медицинским, значит, этим штукам моим прочитала справочку внимательно, которую мне дало учреждение, что там, да, так сказать, в соответствующей форме, категория 1, все есть, значит, сколола степлером, прилепила штрих-коды и все. То есть, собственно говоря, прошло все замечательно и никаких проблем. Так что, вот, мой ответ Чимберлену, мой ответ тем, кто сомневался. Я же говорил, что в налоговой работают, во-первых, люди, живые люди, а во-вторых, значит, они тоже не хотят работать, поэтому зачем им по каждому вот этим 35 центов разбираться. Все совокупно за год дивиденды и доплачиваем один раз. Дату уплаты налога я поставил 29 апреля, потому что, ну, как бы, курс должен быть зафиксирован на 29 апреля, и это даже лучше, потому что 29 апреля доллар немножечко опустился, то есть я немножечко выиграл. Но там 350 рублей разница всего лишь, то есть к доплате, то есть, ну, да, я уменьшил свою сумму выплат социальных на 350 рублей, ничего страшного. Ну, вот, собственно говоря, на следующий день мне пришло сообщение из налоговой о том, что моя декларация принята к камеральной проверке. Ну, на камеральную проверку уходит там срок до трех месяцев, будем ждать и посмотрим. Ну, так сказать, либо капнут деньги на счет, либо не капнут, ну, тогда это самое, либо мне сообщат как-то в налоговом кабинете, либо что-то еще. Ну, пока вот так. То есть, друзья мои, вывод такой, я был прав абсолютно, не надо мне ля-ля. Вот, поэтому оставайтесь на моем канале, поставьте, пожалуйста, лайки, до встречи. С вами был Демятков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok